Вы живёте здесь, в этом доме, вы живёте или где-то здесь. На третьем этаже я живу. И лично вам мешала моя беспоказованная машина. А где она? Семь мешала. Не только нам, они ограничены круглыми. Я не пойму, где ваша машина? Я не пойму. И так почему у вас не хватает москов просто обойти машину, увидеть номер телефона и открыто, честно... Идём в виде машины. И открыто, честно позвонить по номеру телефона. Вы сказали, что не хотите, чтобы я вам звонил. А почему вы боитесь? Вы боитесь, что выйдет большой мужик и даст вам сразу... Должны быть... Мы вообще всего боимся. Мы даже маленьких девушек боимся с рыжими волосами очень сильно. Очень сильно. Не, ну мы не имеем ничего против женщин с рыжими волосами. Больших мужиков мы вообще убегаем сразу. Шкода стояла. А, белая? 799? Да. Всё, ушла. Это не противные москале, это рабочая машина. Вы понимали? Она ушла. Слушай, у меня такая же... Я вижу, что она ушла. Я вижу, что она ушла. Вы так стоите, вежливо общаетесь, когда она ушла. Вам похвала. Я пытаюсь понять, почему вы видите под капотом номер телефона и не звоните. Мы не звоним, чтобы потом... А сразу позвоните инспекторам, я обедничаю. Да вам только позвоните девчатам, сразу в ЗАГ затащим. Да-да. Кстати, девушка, совет совет вам. Он с Андрюхой. Кстати, Андрюха холостяковый, возьми, заберите его, а то надоело. Надоело, у нас ходит, брошит. Вот это он всё виноват. Почему не давело? Девушка, девушка, вот это он, он виноват. Это ваша судьба. Это он всё спланировал, мы просто случайно здесь. Как канал называете? Наш название. Долбая бы точка. Эй, наматом не надо. Первое замечание, а то может так и на сутки уехать. Нас 300, давайте, скидывайте из Туркана. Вы, пожалуйста, не снимайте, я не давала согласия. А вот никто не снимает. Во-первых, прежде чем этого делать, вы посмотрите на машину. Везде для дурачков номера телефонов есть. Если вам мешает машина, позвоните по номеру телефона, пожалуйста, мы её перепаркуем и берём. Это раз. Во-вторых, где вы здесь видите условия для парковки? Здесь есть парковка большая? Ничего себе. А вы кого обозвали дурачками? Инспекторами. А почему, причём это инспекторами? А кто? Мы не увозят. А вы же звоните, жалуетесь. Мы не жалуемся. Вам мешает здесь машина? Заявление, обращение оставляем. Вам мешает машина? Мешает. Чем? Напишите на тротуаре. Так позвоните, пожалуйста, по телефону и отгоните. В чём проблема? Отогнать. Вы видите, что нет инфраструктуры для этого. Денег нет на телефоне. На вас? Нет, на постановление инспектора. Я обжалуюсь. Но если вы считаете, что здесь всё может подковаться. Так вы можете... Тротуар здесь находится. Тротуар, девушка. Это ваша машина здесь стояла? Нет. Если вы с чем-то не согласны, судя. Вот это, наверное. Опель ваш был, да? Нет. А при чём здесь? Ну вот, ваша машина здесь стоит. Вам это... Вам мешает это чем-то? Вот вам лечит. Это ваша машина была. Вот у меня сегодня сбили на тротуаре. Вы смотрите, нам задаете вопросы. Хорошо, я очень жалю. Вы задаете нам вопросы, а мы задаём, вы не отвечаете. Почему? Вот ответьте, это ваша машина. Какая? Вот здесь стояла. Да нет. Нет, я вам первый задала вопрос. Вам мешала моя машина? Мешала. Чем вам мешала? А почему вы не позвонили? Номер телефона, номер телефона, номер телефона. Денег нет. А мы не обязаны. А вы обязаны звонить и жаловать? Зачем мы будем звонить нарушителям, которые нарушают ПДД, хомят пешеходам, не уважают пешеходов, непонятно. Я буду снимать их, как они с вами разговаривают, как они вот хомят. Я сегодня с вами здоровалась. Мы очень вежливо разговаривали. Это вы, наверное, обманула. Вы понимаете, молодые люди, вот здесь по дороге куча неправильно припаркованных автомобилей. Действительно, которые неправильно припаркованы, которые мешают проезду. Чем автомобиль на широком тротуаре с номером телефона? Вот это ростовский девчата зажигает, да? Девчата ростовские зажигаются, оказывается. Захлечить казак, о, хуйте, девушка. Вы откуда? Нету, инфраструктура нормальная. Девушке позвонили, а она вышла. Вы мне не звонили. Вы не звонили. Не надо. А как вы вышли торт? Мне нужно было в МХЦ поехать. Вы нам не звонили, ребята? Значит, вы не вам звонили. Видимо, что вы не звоните. Номер телефона под капотом есть. Мы не обязаны. А вы обязаны ходить и вызывать инспектора? Мы не ходим. Поэтому не ходим пока. Летать не научились. Ходим. Да я инспектору предъявил документы. Я же вам говорю. А у инспектора своих дел нету? Вот дела. Летать не ловить, как ездить за вами по дворам и страдуров с широким собирать их помогли. Я же сказал, я инспектору документы приеду, я и вью. Какие-то мне вопросы. Я вас просила лично я. Вы требовали мои документы. А вам я... Вот это донские казачки жгут. Я не требовала. А что вы хамите, молодой человек? А что, донские казачки? Вы хамите. Зачем вы хамите? Очень приятно. Я тоже родилась в Свердловской области. О, так вы с вами земляки. Так а что же вы по телефону не звоните, земляки? Ребята, вы можете... А зачем нам вам звонить? Я не хочу вообще с вами, чтобы вы звонили. Спасибо большое. А почему? Я хотел вам позвонить. Давайте я на телефон оставлю. Конечно. Будем звонить вам. Ну, к сожалению... Вот, нет, вы можете... А вы, вы можете... Вы не настаиваете на эвакуацию этого автомобиля. Ну, просто не знал. Приедет и у нас ждем. Ну, просто вы меня можете объяснить, в чем смысл вашей задачи. А что же мы думаем? Чтобы на паре не парковались мы в автомобиле. Хорошо, но если вы такой... Леопард такой. Можете позвонить по телефону. Что думаете, мы все остальные привлече, а эту обойдем стороной? Я не думаю, я просто... Это не серьезно будет. Я понятна, конечно, любезна. Я не уверена, но вы понимаете, что... Вы задумайтесь о том, что нет. У нас инфраструктура в городе, как таковой, для нормальных парковок. У нас до хрена домов, до хрена жителей, до хрена машин. Вот, видите, место свободное. Нет инфраструктуру. Это оно сейчас, потому что машина уехала. Как вас зовут? Меня Алексей зовут. Смотрите, значит, весь дом, можете сказать всем соседям, вообще всем, что здесь. И все знают уже, даже 9 эвакуаторов. Вы здесь живете? Меня не перебивают, я же вас слушал. Вы здесь живете, подождите? Пусть не паркуется здесь, просто... На каком основании? Может, любой автомобиль был быть, в любой момент его повернут. Ну, наверное, еще один экипаж. Вы пытаетесь любезно говорить, но вы будете платить за штрафстоянку, за эвакуатор? Я всегда с вами любезно говорю. Вы будете платить за эвакуатор? Нет, я же ничего не нарушал. Вы нарушаете своим дебилизмом, извините. Сейчас вы ходите среди рабочего дня по тротуарам, собираете номер телефона, собираете машину. Это мы не забираем, это предусмотрено законом. Вы ходите и стучите, вы ходите и ябедничаете. Нет, мы все в открытии делаем. Мы по понятиям не живем и делаем все в открытии. А при чем здесь по понятиям не по понятиям? Донская, ну, в смысле, северянка. Я и не донская, и не северянка. Ребята, просто я не понимаю сути. Зачем вы этим занимаетесь? И волосы огонь, да? Хорошо, они вам лично мешают эти волосы. А вот эта машина тоже вы ждете? А у вас натуральный цвет волос? Это не имеет отношения к волосам. Девушка, руку от капота уберите, от багажника уберите. То помнете, помнете. Как стоите? Красиво стоите. Как-то вот прям, как нужно, да? Да. Мне кажется, что тут. Я просто не понимаю смысла. Думаю, мы вам ответили. Мы боремся с нашей страны. Девушка, мы... Чтобы не парковали. Чтобы не парковались. Вы понимаете? Да. Откуда? Где взяли? Я знаю. Я его, честно, с первого раза сдала все экзамены. На тротуарах можно ставить у нас в Российской Федерации? Можно. На тротуарах у нас нельзя ставить. Но, вы понимаете, что вопрос инфраструктура. Это вопрос гораздо глобальнее. Нельзя ставить на тротуаре. Вы понимаете, о чем речь? Вопрос гораздо глобальнее. Понимаете, сейчас из-за вас вы создаете людям проблемы. Я не знаю, как вас зовут, конечно. Но вы сдали на водительскую сеть с первого раза. Зачем вы позоритесь? Вы же сами сказали четко, что на тротуаре нельзя в Российской Федерации ставить. Зачем что-то дальше говорить? Я говорю о том, что люди вынуждены оставлять машины на широких тротуарах. Это раз. Во-вторых, вы в этом районе живете или что? Вы живете здесь, в этом доме. Вы живете или где-то здесь. На третьем этаже я живу. И лично вам мешала моя беспонтованная машина. А где она? Не только нам. Они ограничены круглыми. Я не пойму. Где ваша машина? Я не пойму. Просто обойти машину, увидеть номер телефона. Глупые мы люди. Так вы сами сказали, что не хотите, чтобы я вам звонил. И открыто, честно позвонить по номеру телефона. Вы сказали, что не хотите, чтобы я вам звонил. А почему вы боитесь? Вы боитесь, что выйдет большой мужик и даст вам сразу? Мы вообще все боимся. Мы даже маленьких девушек боимся с рыжими волосами очень сильно. Очень сильно. Мы не имеем ничего против женщин с рыжими волосами. Больших мужиков мы вообще убегаем сразу. Почему вы не звоните по номеру телефона, который есть под работой? Пешеходы. Вы сказали, что я вам не звоню на телефоне. Вы сказали только что. Да мы вообще ваши машины не знаем. Говори, послушайте, вы даже не признаетесь какая ваша машина. Шкода стояла. А, белая? Да. У меня такая же Шкода. Это не противные Москве, это рабочая машина. Вы понимали все? Она ушла. Сейчас у меня такая же Шкода. Я вижу, что она ушла. Я вижу, что она ушла. Я вижу, что она ушла. И вы так стоите. Вежливо общаетесь, когда она ушла. Вам похвала. Конечно. Я пытаюсь понять, почему вы видите под капотом номер телефона и не звоните по ним. Мы не звоним, чтобы потом... Вы можете позвоните инспектором, я обедничаете. Очень просто. И зачастую с каким-то... Смотрите, если мы под капотом вам позвоним... Остальные все вышли и убрали. А почему вы не позвонили? Потому что... Если мы позвоним, вы завтра опять так же поставите. Вы же не хотели, чтобы я вам звонил. Я хотел вам позвонить. Будьте ставить еще. Позвоню я Рыженькой. Будьте ставить еще. Вы нормальный человек? Я спрашиваю. Если будут свободные места здесь... Смотрите, вы будете на тротуаре еще ставить? Если будут свободные места... Нет, если вы будете ставить на тротуаре. Если будут свободные места там, где можно ставить возле моего дома, я буду ставить. На тротуаре. На свободных местах, я сказала. Ты слушаешь? На тротуаре будете ставить? Я не ставлю никакую машину на тротуаре. А это что было? Это не вы ставили? Я вам еще раз говорю. Нет инфраструктуры. Может кто-то другой станет. Нет инфраструктуры. Вы посмотрите сейчас, где здесь разница между проезжей частью. Где здесь разница между тротуаром, где здесь разница между парковкой? Здесь даже нет знака парковки. А вот, смотрите, пардюры, переход. Но здесь по умолчанию есть парковка. Нет, переход, куда нас ведет? Зарители. Здесь по умолчанию есть парковка. Сейчас мы не из-за вашей линии, из-за вашей принципиальности надо будет оплачивать эвакуатор, оплачивать штрафстоянку. Что делать? За это вы не будете больше здесь ставить. А почему нельзя было позвонить? И ваши друзья. Как вы же не хотели, чтобы я вам звонил? Мы же сами сказали, не звоним, а то он бы позвонил и надо быть. Не отвязались от него. Замуж пришлось бы ходить и вообще трэш пошел бы. Свадьбу пришлось бы играть здесь, здесь, в Ростове-на-Дону. Сразу в каком-нибудь ЗАГСе. Это вообще... Тупорылая просто принципиальность взять, сразу звонить в ГИБДД, звонить эвакуаторам. Да вам только позвонить им девчатам, сразу в ЗАГС затащим. Да, да. Кстати, девушка, совет, совет вам. Он, с Андрюхой. Андрюха, холостяк. Возьми, заберите его, а то надоело. Надоело, у нас ходит, бросит. И вот это он все виноват. Девушка, девушка, вот это он, он виноват. Это ваша судьба. Это он все спланировал, мы просто случайно здесь. Это он местный, вот он все. Чисто по-человечески. Он виноват. Вот он, все. Людей, если есть у нас... А мы ни при чем, мы так просто ходим. Вы нам даже не позвонили. Если бы вы нам позвонили, мы бы сказали, знаете что, идите вы нахер. А вы бы так и сказали. Нет, я бы так не сказала. Вот так и позвони и попробуй. Вы бы спокойно вышли бы, я переставлю. Сейчас так говорите, а вы бы сказали... Рыжеволосым так взякнуешь. Иди ты, скажешь, и все. А с чего вы еще говорите? А он собачек ходит, пожалуйста. На нас как-то... Приворождись, не дай бог. Посмотри, маска собачки какая, глядь. Вот так говорят, сужая. И понесла. Андрюха уже все готов. Андрюха уже готов. Вы мне не позвонили. Готовься в лодке. Потому что на нас попадали, кидались. Мы не можем... Я поможена... Вот, говорите, вы не знаете, чья машина. Да в том-то и дело, у нас к вам лично претензий нет. А у меня к вам есть, потому что вы мне не позвонили. Девушка, у вас муж есть. Зачем вам звонить? Сегодня у нас тоже была претензия. Что мы не позвонили. У нас и недоработка что-то переделать. У вас сегодня у нас тоже была претензия. Пожалуйста. У нас ходил часа три, спрошу. Ну я же на вас не кидалась, не прыгала. Вы не предлагаете позвонить. Я вам ничего плохого не сделала. У меня есть телефон. Я мог вам позвонить, когда нас толкали, прыгали и пытались... Девушка, вы замужем, нет? Да. Да? Замужем. Зачем бы мы бы звонили бы? Тратите память. Да вы замужем просто просили. Замужем? Да. А, все. А как бы мы бы вам позвонили бы? Дальше вопросов нет больше. Вообще была последняя. А то Андрюх тут уже намылился. Андрей, расплыться. А уже все, Андрюх понял, ищи других, так говорит Янг Хулиганов. Потому что просто мы не дошли. Это не твоя. Не твоя судьба. Была очень много. Такая ситуация. Так, а где же эвакуатор? У нас не сто рук. Не сто глаз. Тут у всех все вот так было. Едут заставлены. Так у вас не сто рук, не сто глаз, и тем не менее, вы все равно приезжайте и находите время, находите время и глаза заниматься такими делами. Ну не только к вам, а приезжайте. Говорит, тут вообще бардак. Вы только что были на Северном. Я кажу, я понимаю. Хорошо, подожди. Вы там не живете. Ни на Северном, ни здесь. В смысле? В смысле я на Северном? Я тут снимаю у бабушки вот на втором этаже. Я могу прописку показать? У меня Северный город, я хочу вас снимать. Вы все с разных городов в городе, собираетесь и устраиваете рейдеры. Хорошо, подождите. Подождите, хорошо, я понимаю. Отличное сообщество. Нет, почему? Ради бога. Владимир Путин поощряет такие инициативы. Да, Владимир Путин молодец. Хорошо, нет. Почему вы эти вопросы не выносите на более высокий уровень? Ого, е-мое. Полетели. Ёлки-палки. Мимо проехали. Это что такое было только что? Ничего себе. Вот это, я не знаю, сейчас узнаем. Хорошо, почему вы эти вопросы не поспешите на более высокий уровень? Спешил так. Ёлки-палки, а там у Ларгус чуть в него не вписался. Машина объезжает. Вот это да. Вот это номер. Так, подъехал второй эвакуатор. Танцовочка. Главное, чтобы он здесь так же не попер. Тут армаза не сработают. Да, потихонечку. Сейчас разворот будет, полицейский. Вот это да. Отойдите, товарищ полицейский. Это инспектор сейчас еще. Митсубиси все-таки, как-никак. Собираете изместитолупки, как на север. Вы собираете подъем. Алёк, лилёк. Если вы несете в администрацию, говорите, у вас такая проблема. Почему этим глазом заниматься я, который живу на Северном? Почему вы живете на Северном и занимаетесь моими тротуарами? Ой, ёлки-палки. Потому что я здесь не хожу. Откуда скляжа, ребята? И что? Там этот тротуар широчен. Вам моя машина, если честно? Опа-на, вот это началось. Вот это да. Пошло дело. Круговая же съемка, 360 градусов. На каком канале можно увидеть? Съемка вокруг 360 градусов пошла. Нет. Это тогда, что творится. На закрутке, на в центре Ростова-на-Дону. Меня единственное, что смущает, почему вы не звоните по номеру телефона? Не обязаны. Говорите, что вам не звонить нельзя. Так, ладно. И вы замуженец. Я вам звонил. На штрафстоянку. А потом бы у вас... Медленный газ. Перезвонил бы мне и сказал бы, что ты чёрная жизнь не звонила. А ну-ка, давай-ка это. Вы же. Александр Александрович, фамилия Тормоз. Куда вообще увозят? Где здесь пришло? Шоссе на 7. Уже игрыли хейтер неоднократно, ты медленно говоришь. А что я такого в думчего? На левом берегу. Что это самое? На левом берегу. А я сама сказала, чтобы я ей не звонил. Все. Пошёл цирк, Сань. Пошёл цирк. Из серьёзного мероприятия уже цирк пошёл. Да я могу быть таким газом. Супки, давай. Если можешь продемонстрировать, если что. Я газану так. Хорошо, это мне ещё и ковасы через свой эвакуатор. Да. За вас. За вас. Он может, поверьте, я уже видел не разу. Не раз. Приехали бы, я сказал, что он газует. Покручь, Андрюха. Я буду не разу. Потому что я вам не сказал. А так вы сами поняли. Андрюха, всё, заворачивайся. Андрюха, спокойно. Ушла. Ушла девка. Рыжая. Да и вот. Рыжая. Сорвалась крючка, как говорится. Рыжая. Сорвалась крючка. Сорвалась крючка. Сорвалась крючка. Нет, потому что там лоб будет. Вон ещё машинка, видите, тоже на тротуаре. Нет, там нету больше. Ни одной. Там ещё чётко. Это всё равно что он здесь. А, далеко. Ну давайте мы ко всему Ростову будем подсказать нам. А я бы сказал, давай вот что там. Где она, на тротуаре? Там может ещё где надо посмотреть высоты. Так и у вас. Вы нарушили? Ну вот по одинакам все. А у вас какая-то идея есть, помимо жалов? С красными номерами. А он не знает. Я не знаю, что там за знак, я не знаю. Скорее всего, на тротуаре, на тротуаре, на тротуаре. Если их начальство не видишь, то на тротуаре. А конечно, может только направо или налево неизвестно. Так как смысл в жалобе? Мы его тоже. Смысл в жалобе? Мы верим в тебя. Последний. У нас жалоба. Вот посмотрите, мы вам рассказываем. Вот вы говорите, что мы жалобе сидим. Да. Вот только что смотрите. Посмотрите, гнилая машина. Вы думаете, у владельца этого человека есть деньги на штрафстоянку, на штрафстоянку? Ну, на металлолом. А где нормально его поставить? Вот. Это сейчас разгар рабочего дня. Сейчас почти все его на работе. На металлолом тогда поедет. Как канал называть? Наш назвал. Долбаяку точка. Ну, девочки. Эй, эй, нам матом не надо. Первое замечание. А то может так и на сутки улетит. Вот это концов. Такое воспитание. Вот это рыжеволосый. Одна в шоку посылает. Одна в шоку посылает. Вот это жгут материнцы. Знаете, как пошла десятка. Десятка как пошла. Как воспитает потом детей? С вас три сто. Давайте, скидывайтесь. Стоп хамы. Сейчас. За то, что вы обзываетесь. Стоп хамы. Стоп гады мы, а не стоп хамы. А вы дискредитируете его. Дискредитируете. Пойдут за Навального голосовать. Если он выбирает. Да нет, мы наоборот показываем, что вот эти хорошо полицейские служат. Вы понимаете? Я расцениваю вас как мошенников. Вот как мошенники к нам приходят. Да вы не имеете. Где ваше разрешение губернатора нашего этого делать? У меня есть разрешение. Губернатор? Нет. А что? Папа разрешил. Папа разрешил. А вот я мама не разрешаю. Понимаете? У меня моя мама. Вот. У меня вот сын во власти работает. О, обратите внимание. Пускай здесь сделают нормальную парковку. Парковка здесь не нужна никакая. Вот поставили. Вот женщина, девушка говорит, что ей нужна парковка. Поставили и уехали. На ночь, когда никого нет. Они приезжают с этого дома. Сейчас деньги. А до него сейчас что? Не, оно не мешает. Вот я хожу 20 раз туда-сюда. Так здесь и на колясках, и на всех. Вы понимаете? Здесь тротуар. Вот какая норма? Вы знаете, какая норма тротуара? Не менее полтора метра. То есть вы тратите время, вы тратите деньги. По госту не менее полтора метра. Нет, вот это что, полтора метра тротуара? Не менее, не менее. Не менее. Значит, максимум сколько? А там сколько? Тротуар сколько там? Я осталась без работы. Я должна еще где-то выскребать сейчас три тысячи на вашего плата. Ну что мы можем сделать? Ну вы же сами виноваты. Скажите, сколько там тротуара метров? А он не ограничен. Там может быть любой, спроектированный тротуар. Не менее полтора метра, главное. Там ларьки стояли вдоль всего этого. Ларьки стояли. Люди, у которых машины попросили, заплатили, убрали ларьки. С той стороны стояли в магазине. Вы посмотрите, там даже плитка лежит. И попросили люди, чтобы ставить машины, чтобы... Вот площадка ночью вся в машинах. Посмотрите, что есть там люди. Они не доходят до мусорника, потому что там невозможно по тротуару пройти. И я 72 годочки, я вытаскиваю вот эти вот посадки, уже так сегодня поставили. Ну это ваше внутреннее во дворе там вопрос. Да не надо, зачем вы делаете людям не добро, а зло? Ну знаете, что... Они сами себе делают зло, потому что сами нарушают. Ну скажите, на каком основании вы убираете там машину? Не должны стоять. Почему не должны? Почему? Какого дорожного? Что там мешает прохода пешеходов? Да не должны мешать, они просто не должны там стоять. Вы же его утверждаете. Вот он, эвакуатор. А чего вы не занимаетесь? Не матерись, девушка. 20.1, мелкое хулиганство. Это хобби просто, эвакуатор. Я просто... Почему случайно? Вы порядок. А в лобду это дали? Вы к нам. Понимаете, на чём? На чиновнических связях вы зарабатываете себе деньги. А вы, девушка, не нарушайте общественный порядок. 20.1 вы материтесь в общественном месте. Вы принимаете это лично? А я вас снимаю. Да мы вам каким-то поднасрать. Да нет. Просто так лучше. Просто так лучше. Вам главное не... Ходит 3200, сказал. Инспектор вызов эвакуатора. Мне сейчас 3200 платит. Ещё 20 рублей в час. И делайте мне. А что вы не едете туда? Что вы не едете сейчас? А что вы взяли, что у меня много зарабатывает? Почему вы не едете? Я бы не жила в Ростове, если бы он бы... У меня много зарабатывал. На чём не ехать? Почему она не едет? А что вы такой красивый девушке? А-а-а. Завтра поедет. Завтра поедет, когда уже сумма будет большая. С нас вычтет. Просто это... Ладно, что закончили здесь? Ладно, вам всем всего хорошего. Там нормально всё. И тебе всего очень хорошего. Вы не принимаете, что мы... Вас таким как-то обидите. Да вы берёте и обижаете. Просто вы обычных людей... А вы бы взяли бы, уже бы и поехали. Бабуля вообще берега попутала. Так, пешеходы. Вы верующий человек. А вы не хамите, пожалуйста, взрослой женщине. А что вы свечку достаете? А что вы моих детей обижаете? Каких-то свечку заупокоить. А что вы хамите взрослой женщине? Свечку заупокоить. Это что, не хамство? Нифига себе. Имейте совесть. Какую совесть? Бабуля вообще совесть уже давно потеряла. Какую совесть? Свечку поставлю за упокой. Вы что? Пешеход. Вы хамы, вы сами хамы. Самые хамы. Вот, по тротуару теперь свободно ходят пешеходы. Да, пешеходы сейчас зафиксируем обязательно. Самые настоящие хамы. И вам хорошего. До свидания. Всё, пока. Между прочим, ничего не нарушают. Да, вот такие вот ростовские пешеходы. Если заупокоить, то... Я уже стараюсь, а вы говорите, можно меня не снимать. Вас нужно снимать, так сказать, по полной. Да. Вот, вот так. Я в последний день этого жду, когда я упакуюсь. Всё никак не зашло. Ладно, пошли. Всё. Если кому-то не нравится, как я проехал туда ведать, я того ночью споймаю. Нет, тебе за руки. Что-то возмущалось. Ну, а мой канал знаешь, да? Так, как есть. Мой канал знаю. Так, ну ладно. Сейчас посмотрим, куда дальше. В общем, здесь быстро, друзья. За сколько здесь порядок провёлся? Не высказывал. Всё, круто. Как всегда, только первые спектара. Вы только Лёху нашего не сбейте. Понятно, да. Отработали. Пристёгуйтесь. Пристёгуйтесь. Да, ремни. Вот самая большая. Не выехали. Вот разочарование. Вроде бы какого девушка показалась хорошая. Всё чётко. Всё, поехала на штрафстоянку. Да, просто налила грязи. Да, я уже думал, хорошая, адекватная девушка. Землячка моя. Уже стал говорить даже. Да, вот она стоит. Она гниль проявила, в конце концов. Вот, вот, в кумку сделаешь. Начинаешь 9 человек. А он земля. Ну, в общем, всё, что на этом здесь. Я не думаю, что инспекторам надо... Всё, друзья, навели порядок, в общем. На Закруткино. Вот, друзья, чистота и порядок. Пешеходы ходят. Ну, всё, друзья, можно рейд заканчивать. Вот, инспектора уже уезжают. Подписывайтесь, друзья, на канал Общественный контроль 161. Ставим лайки. Комментируем. Всё, ну, инспектора... Инспектора эти чёткие, да? Например, за 2 часа, да, порядок навёлся. Тут, в общем, круто. Кроме первых. Первые, конечно, впечатления. Первые вообще. Маски какие-то одевать. Сразу не с того начали. Снимать нельзя. Сразу не с того начали, да. У нас, как-то, получается, две полиции в России. Одну снимать нельзя, другую можно. Одна служит, другая... Ну, разные отделы, наверное. Да, видимо, да. Отдел подлежит. Направлен на то, чтобы дискредитируют один отдел полиции. А вы тоже говорят, что мы дискредитируем. Да, другой на то, чтобы создавать хорошее впечатление. Даже поворотники включили, да? Ну, а между прочим, друзья, пешеходы-то как? Постоянно продолжают ходить в Ростове-на-Дону. Ни на секунду не успокаиваются. Всё хуже. Пешеходы пошли. А они тебе покой не дают. Ну, а эти...